Все имеет свой язык, свои термины и даже свои законы, в том числе деньги. Здравствуйте! Приветствую вас снова в нашей виртуальной кофейне. Тема денег на удивление никого не оставляет равнодушным. Практически никого. И сегодня мы с вами продолжим тему денег. И поднимем очень интересный вопрос. Если вы посмотрите вокруг, конечно же, зависит от того, с кем вы общаетесь и кто вас окружает. Но нередко обычный человек, посмотрев вокруг, замечает, что люди, его окружающие, не имеют базовых знаний в области финансов или в области, скажем так, науки денег. Удивительно. Большинство людей хотят зарабатывать больше. Они хотят построить с деньгами полноценные отношения. Люди хотят понимать мир денег для того, чтобы каким-то образом привлекать эти ресурсы в свою жизнь. Но крайне мало людей предпринимают осознанные шаги, чтобы понять мир денег. И когда у человека нет понимания того, как устроен мир денег, вообще что это такое, термины, которые есть в этом мире, язык, который используется в мире денег, Неудивительно, что случаются финансовые пирамиды, МММ, лохотрон и прочие вещи, где человек, наивно вкладывая свои кровные ресурсы, думает, что оно само как-то может все сработать, ему вернется в 10, в 15, в 100 раз больше. Мы с вами живем во время, когда нет недостатка в информации, нет недостатка в качественной информации. Если вы хотите построить качественные отношения с деньгами, если вы хотите жить в финансовом изобилии, управлять своими деньгами в жизни и вообще знать, как привлекать эти ресурсы при необходимости в свою жизнь, в нужных вам количествах, в нужное время, то необходимо посмотреть на два аспекта. Первый аспект — это психология богатства или психология бедности. Да, это две разные стороны одной и той же медали. То есть то, как вы мыслите, то, как вы относитесь к деньгам, то, как вы размышляете, думая о деньгах, то, какие паттерны у вас, по сути, имеются в наличии относительно темы денег — это одна сторона. И это все определяет, то будете вы себе позволять эти ресурсы или нет, будут они к вам идти или нет. Это очень важный аспект. И, кстати, на моем сайте вы найдете большое количество бесплатных видео на эту тему и несколько семинаров, которые раскрывают тему финансового изобилия и именно мышления, которые ведут вас к достатку. Но есть и другая сторона, которую часто человек склонен не замечать. И я скажу больше. Человек, который склонен не замечать вторую сторону, он, как правило, относится к той категории людей, которые просто хотят помечтать о деньгах, которые хотят пофантазировать о жизни в изобилии. О какой второй части я говорю? О настоящем, реальном, фактическом понимании, что такое деньги. Как устроена экономика, как устроен бизнес, макро-микроэкономика. Знание терминов, знание, откуда берутся эти деньги, куда они уходят. И понимание того, как вы можете, если вам нужно, увеличить доходы. Все это у вас под рукой. Если не под рукой, то это находится на книжной полке в книжном магазине. Вы можете зайти в интернет, вы можете заказать онлайн книгу, аудиокнигу, учебник. Я сейчас говорю серьезно, я говорю на полном серьезе. Если вы планируете, не хотите, а планируете, намерены жить в иной финансовой реальности, где у вас достаточно ресурсов, где вы определяете, сколько вам нужно и сколько у вас будет, вам необходимо слушать тех людей, которые разбираются в деньгах, читать их, если хотите, автобиографии или их книги о том, как управлять деньгами, как устроен этот мир, читать учебники, разбираться в терминологии, сесть, разобраться в вопросах бухгалтерии, даже если у вас есть бухгалтер, или вам это в принципе не надо, потому что вы наемный сотрудник. В этом нужно разбираться, это мир денег. Если вы собираетесь быть врачом, вам нужно узнать мир человеческого тела, физиологию и так далее, химию. То же самое с деньгами. Интересуйтесь этим миром. И прямо сейчас у вас есть выбор. Послушать это видео как очередную любопытную информацию или честно себя спросить, планирую ли я разбираться в вопросах денег? Планирую ли я брать это в свои руки? Если да, то, возможно, следующая ваша покупка будет именно книга, которая расскажет вам о деньгах. Она может оказаться скучной, но понимая, что это ваши ключи, это ваш язык, которым вы будете пользоваться для общения с деньгами, для того, чтобы понимать этот мир, возможно, этот факт сделает учебник для вас очень увлекательным. А возможно, вы найдете то, что вам действительно будет интересно. То же самое с книгами людей, которые преуспели, создали компанию, научились инвестировать. Когда вы читаете их книги, вы, по сути, начинаете учиться мыслить, как эти люди. И не бойтесь перечитывать одну и ту же книгу по много раз. Сознание другого человека или паттерны мышления успешного человека вы, к сожалению, не сможете перенять после одного поверхностного прочтения. Перечитывайте, переслушивайте интервью, изучайте деньги, интересуйтесь, как они работают. Конечно же, легче всего просто послушать интересные и приятные видео о мечтах, о желаниях, о энергии денег, посидеть на коврике, подышать денежной чакрой или что там еще можно сделать. Но это все не приведет вас по-настоящему в нашем физическом мире к финансовому изобилию грамотности. Которое необходимо, если вы по-настоящему собираетесь хорошо зарабатывать. И даже если вы не собираетесь в своей жизни и не планируете, и даже не хотите зарабатывать много, больше, то понимание и грамотность в вопросах финансов вам поможет избежать иногда щекотливых моментов, где вас могут обмануть в силу вашей неосведомленности или вам просто расширит кругозор и вам будет интереснее в этом мире, потому что вы станете понимать ту часть этого мира, которую раньше не понимали. Музыка Музыка Ну что же, время работать с собой. По-настоящему работать и быть честными, максимально честными. Спросите себя. Честно спросите. И дайте себе такой же честный ответ. Наблюдаете ли вы за собой искренний интерес и намерение понять мир денег? Читаете ли вы литературу, которая вас развивает в вопросах финансов? Замечаете ли вы за собой тенденцию просто мечтать? Или вы замечаете за собой всю возрастающую тенденцию разбираться, узнавать и действовать? А я прощаюсь с вами. До следующей недели. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok